очередном wall street онлайн так звук есть отлично получилось рамиль супера это распространенный псевдо взбой эхо всего лишь один сеанс отключите и все будет отлично так что ты новости в общем достаточно много информации будет сегодня по новостям по чудом по миру в принципе давайте начнем с того что нас ожидает на следующей неделе так на следующей неделе с 24 по 28 апреля на штатах будет в среду petroleum во вторник new home sales и самое интересное это gdp в пятницу jobless claims и естественно в четверг ну в общем практически вся неделя будет на маркет moving индикатор событиях по штатам поэтому аккуратно внимательно не пропускайте в отчеты ну и желательно обезопасить торговлю эти моменты не открывать позиции волатильность вещь непредсказуемая вот неукротимой даже можно сказать вот так так по календарю остальных стран сейчас у нас понедельник индекс делового климата германия потом нас в среду идет канада индекс розничных продаж ну я уже говорил в среду будут запас сырой нефти из интересного и важного доклад по денежно-кредитной политики банка японии в четверг 27 апреля это будет до в четверг потом опять же четверг ставка по депозитным средством решение попросту наставки еврозоны у них сейчас по нулям вот и пресс-конференция евро центробанка будет 15 30 поставьте себе в смартфоны напоминания и не пропустите четверг крайне важный как и пятница по событиям фундаментально важное событие может произойти если уйдут минусы еще запросто такое происходит швейцарии поэтому это уже не но но к этому нужно быть подготовленным так в пятницу это еще не все значит процентная ставка по еврозоне в четверг в пятницу у нас процентная ставка по российской федерации опять же решение сейчас 9,75 понизят отлично для экономики принципе стимулов дешевле кэш и помимо решения процентной ставки отчитывается британия по ввп квартально и штаты забыл еще и канада в общем пятница и четверг максимально внимательно не пропустите и ну особенно когда будут выходить и данным таймфрейм 2 то выразить максимальный объем ну не 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 сейчас давайте лучше в 26 числа ну в принципе я думаю до 26 числа пока без максимального объема справитесь правда а уже на то напомните я постараюсь помочь так помимо этого помимо важной предстоящей неделю может очень много трендов изменить и понижение процентной ставки еврозоны и плохие отчеты по ввп ну и еще на этой неделе был период отчитывались крупные банки финансовые корпорации конгломераты монополисты фактически штатов значит начнем по старшинству гигант bank of america начитывался вторник в общем хуже чем прогнозировали по и ps потом у нас идет по капитализации и на этот хелс ровненько айбием тоже можно сказать ровненько якобы лучше на три сотых лучше чем прогнозировали колбан сакс хуже то есть уже два крупных банка отчитались хуже по и ps чем прогнозировали возможно хотят загнать всех в шорты напугать и тем самым еще подобрать немножко встречку ну не знаем будем осторожным на следующем деле будут я думаю сильно реагировать на эти данные на этой неделе уже были неплохие такие подвижки в среду отчитывался и с банк корп 85 его тоже отчитался якобы лучше чем прогнозировали но это всего лишь на две сотых от прогноза морган стэнли с неплохим отрывом отчитался последнее время о нем практически не мелькают скандальные новости в общем не привлекает внимание аккуратненько себе работают заставку да без проблем есть получше заставка вот такая вот финвиз хотел показать вам за три месяца вот состояние фондового рынка ну как бы три месяца трампу власти и вот что происходит на планете сейчас посмотрим я закончу с отчетами так black rock читался провально хуже чем ожидали даже american express читалось плохо далее из таких еще в крайне интересных банков нью-йорк тоже читался плохо добрый вечер присоединяйтесь присоединяйтесь так по капитализации дальше уже менее капитализированы и так у нас уже есть павшие плохие отчеты на банках причем bank of america goldman sachs black rock кого еще не пропустил ну прилично фактически половина той может и больше таких весомых компаний считались плохо на следующей неделе нас ждет по счетам сейчас мы отберем по капитализации важные ну в общем то новотек в среду отчитывается сургут и лмк четверг это из наших google четверг отчитывается и microsoft а intel это технологический айти сектор семьи групп и обойду в общем айти период отчетов тоже весомая компания причем они входят 500 в учитывается во многих индексах разных компаний и бирж exxon мобиль хомка он же в пятницу отчитывается 343 капитализация также считывается небольшая сабот ойл энд газ тоже ну в общем нефтянка считывается и айти сектор тоже весомой компании после финансовых монополистов поэтому внимательно тоже на второй половине недели все-таки важные события по штатам так что учтите итак период три месяца это у нас состояние в общем фондового рынка и давайте начнем сейчас с на 500 как себя чувствуют за последние три месяца стандартный пульс 500 компаний ну как мы видим отлично замечательно google facebook microsoft apple плюс почти 20 процентов amazon 11 гиганты с огромным отрывом идут вперед причем если присмотреться то кроме этого сектора oil and gas и в принципе телеком сервис остальные все в зеленой зоне то есть за 90 дней правлением нового президента соединенных штатов америки просто позитивно все так вроде выглядит особенно apple прям бьет рекорды интерес кук фейсбук плюс 12 недалеко вот такие результаты по планете дворе посмотрим ирландия немножко выровнялась так я поглядывал по квартально у них там то плохо то хорошо сейчас с этим брэкси там тоже посмотрел внимательно чтобы сильно не сиганули ну британия тоже чтоб не было сильного сброса вот в нидерланды немножко просели так либо баба на петра чайна минус 11 и тойота моторс в общем не пони немножко просела чуть-чуть то есть мексика отличилась плюс 18 бразилия также в красной зоне не тот вот этот нам нужно это фильм а это по эти фишкам основная часть секторов вся либо плюс 10 плюс 6 ну выше нуля энергетика единственная ну и на эти индексы волатильности сильно так отличились а так все остальные неплохо себя чувствуют за последние три месяца фактически за квартал ok 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 стремительный рост за весну за зиму может ли там будет коррекция в относительно этого движения немножко подутикнут страсти вокруг трампа самое главное чтобы он никуда не запускал еще ракет будет вообще замечательно начнем начнем так это мы пока рейтинг не будем рассматривать чуть попозже думаю в начале мая так это се 100 хорошо хорошо посмотрим так открытый интерес давайте относительно мартовского контракта в сравнении активность невысокая вчера буквально были папы попытки открыть позиции на рынке и сегодня резкий сброс фактически на дельте сейчас мы вот рост открытого интереса дельта на покупках хоть и небольшая но и есть и сегодня опять красная активность и фиксация позиции так что пока вот рывок этот наверх был ну при анализе открытого интереса дельты и ликвидности ну ликвидность не в норме но вот открытый интерес и дельта не не хорошо для этого движения поэтому пока еще ложный был рывок до 108 стоит учитывать так по разобрались с индикатором в эйс вэйв после открытого бинара если не сложно напишите у всех сразу отображается индикатор снизу либо же подгрузка идет чуть чуть дольше чем хотелось бы сразу нам хорошо интересная штука в яндексер т.с. или индикаторе так давайте посмотрим текущий контракт без склейки бидаск режим и дельта а на каких периодах вы в основном включали в свой просто он только появился и может не хочется чтобы он был сыроват хочется его все таки доделать чтобы он был удобен в использовании и ну для любого масштаба подходит есть такая концепция интересная грубо говоря сколько ликвидности было потрачено на ту или иную волну любый тренд любую тенденцию так давайте посмотрим что у нас происходит по дисбалансу значит ядро текущего контракта берем 111 100 как 4 единички и 112 150 выделим как самый со мной диапазон и вот фактически напрашивается на смену контракта 108 сюда поставим 2 по приоритетности диапазончик 107 250 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десятая сессия идет в этом коридоре торгуются маркет так очень плотно в районе 6 7 сессий стоят в коридоре 109 106 ну либо же в ядро 108 550 107 250 стоит отметить вот этот уровень крайне так резко выбросили объем давайте зафиксируем могут еще тестировать этот уровень если начнется все-таки тренд на рост перед движением вполне могут сходить по 10 106 принципе тут как раз вот здесь и открывались позиции в этом районе и как раз на покупке у нас дельта поэтому если будет возврат еще нужно подождать пока протестят и потом снова возврат 107 500 108 108 300 уже будет неплохим маячком отметим выбросы по так давайте пятерочку здесь поставлю здесь 300 вот диапазон сильного дисбалансом и и вот здесь крайне интересная локация уже несколько раз его не пробивали поэтому это будет первый такой проверочный уровень диапазон и его стоит выделить здесь у нас второй второе сопротивление чуть-чуть темнее значит 108 900 109 300 и 109 800 110 350 вот таких два уровня сопротивления принципе первые могут пройти достаточно спокойным а вот 109 800 здесь могут немножко повременить так по рейтингу у нас 19 числа вот недавно было 30 тысяч контрактов сессия на стране селлеров так по открытому интересу давайте посмотрим там где 30 тысяч 558 оборот вернет как интерес вот этот уровень тоже обязательно очень важно тут и ликвидность было и открыт интерес все все как раз для хорошего триггера начала динамики и так волатильность уже затянулась немножко и неопределенность просматривается в поведение цены то есть 12 дней это уже чересчур стоят фактически в коридоре 7 дней плотно и он помогает выизвей попробуйте потестируйте интересным будет мнение вашим принципе площадка сформирована неплохо и могут вполне с такой махиной неплохо стать на рост самое главное чтобы фундаментально все было на стороне формирование тенденции на рост то есть в идеале если нефтянка стабилизируется будет песня ну и в пятницу если понизить процентную ставку тоже неплохо так что ждем пятницы смотрим за нефтью давайте отметим интересные уровни на этой неделе так ядро недели у нас 107 по 107 850 это будет ядро недели его формировали в 18 числа часть понедельника практически вся основная часть среды в общем каждая сессия ставила свой след формирование ядра недели и вот этот уровень достаточно интересный на сопротивление в понедельник и в конце недели тоже этот уровень в как бы отличился сейчас посмотрим по дельте в какая там была активность тут понятно чем кумулятивная дельта за пятницу ушла уже в отрицательную буквально вот на штатах пока еще есть шансов давайте отметим уровень четверга так как там у нас открывались позиции по открытому интересу мы здесь зафиксируем где именно так и так уж и много открывали не существенно но есть вот такой активный был период это уже под закрытием возьмем вот этот уровень дельта в принципе вот видите у меня вот такая вот вещь подгружается иногда она без него сможем обойтись вот участок видите достаточно долго держали контроль байеры с 14 30 по самое фактически закрытие кастом участок более активного открытого интереса поэтому первый массив фиксируем четверг утром которые здесь площадочку формировали как раз давайте более так точно отметим 106 050 106 300 и второй массив более интересен как поддержка 106 550 106 850 пока еще даже не дошли до него но достаточно рядом что в понедельник нужно будет внимательно следить насколько сильно возобновлять защиту байер на этом коридоре 106 550 106 850 если защита пройдет и цену снова вытолкнут выше ядра неделю есть шансы на восходящую динамику в противном случае сценарий на покупку стоит повременить так у нас тут берем за месяц спускаем в общем как раз все на кучу и видаблый пив и ядро недели все на своих местах сопротивление напомню 108 500 108 750 причем единственный уровень где тут были сильные выбросы по продажам это вот во вторник утром набросали тут несущественно кроме закрытия если не учитывать давайте посмотрим сейчас средств по дельте сейчас мы посмотрим за четверг пятницу так вот у нас результаты за четверг пятницу здесь а это среда еще вот 4 пятница я думаю вам видно хорошо плотно достаточно проторгованную диапазон 106 200 по 107 50 вот как раз то что мы отметили только двумя коридорами де-факто вот как раз этот уровень стоит отслеживать чтобы удержали боя если пропустят тоже стоит не время еще покупать стрелочки в ну так рубль спербанк и газпром давайте сейчас на нитке посмотрим ну если стрелочками сделать не интересно тут же интерес в победе а когда уже стрелочки и роботы будут за нас открывать сделки станет неинтересно и скучно так сбербанк 160 отметка ликвидность идет ровно без резкого падения на той неделе вообще была неплохая по динамики что по дисбалансом давайте сейчас заглянем значит сбербанк на просто дельта поставлю здесь и так за квартал с 15 марта ну как бы ориентируемся на фьючерсные акции по другом немножко ходят периоды фиксируем плотно по торговый диапазон за эти недельки и недельки и начала появляться дельта на покупку вот 20 20 апреля дельта на стороне байерамп даже 546 тонн после раз это было в начале и то похоже что на сброс стопиков затяжная затяжной цикл на шорт по продажам пока прекратился уже потихонечку вот появился первый байер но в идеале для долгосрочки вот коридор 164 158 с половиной а если брать более точно то 161 163 самую такую сочную часть этого отрезка одна стратегия есть уровни которые допустим если их будут удерживать сильно то это много о чем говорит есть уровни которые если пройдут уже ну покупать или продавать тоже точно не стоит ну в любом случае решение принимать вам самостоятельно осознанно и продумано хорошо есть активность крупных участников дисбалансы это как шахматы либо какая-то стратегическая игра так в общем есть первое намеки на появление байеров но пока вот видите дисбаланс по пятнице на 159 60 на 160 пока вот прошли селеры давайте проверим здесь не погрузился дельта восемь с половиной прошла пока вот 17 даже были на стороне продавцов газпром посмотрим как состояние в любом бизнесе нет грали играли то вообще безумие есть грааль но но я все забываю как за имя этого человека который выговорил такую фразу как дайте мне контроль над печатным над печатанием валюты в стране и мне будет все равно кто управляет этой страной ну власть все равно это и есть грааль за эти напечатанные можно и нефть покупать и все остальное причем уже так длительное время так газпромчик ровненько идет ликвидность вот потихонечку просыпается потому что обороты падали до миллиона четырехсот семидесяти трех в алгоритм кукловода карабаса барабаса кукловод это такой же герой как грааль есть банки которые пытаются что-то там крупные компании либо какие-то даже может секретная организация но это не один участник хоть и приближенные к монополистам тоже на рынке имеются так ключевые уровни по объему отметили 128 у нас была предельная цена уже ушли на 123 но хоть вышли наоборот 3300 то что падали даже до полтора миллиона оборот за сессию сейчас уже более-меним смотрим дельту от 700 тысяч контрактов акции ну вот хотя бы уже 40 то есть тут похоже что появляются какие-то байеры и пока вот первый такой резкий и вот так вот раз даже нет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять сессий подряд без остановки шли на продажу и вот только первое причем по ликвидности сейчас еще раз глянем ну почти 3 миллиона ну дельта нулевая перед выходными скорее всего скинули шорты вот были попытки и по 12 процентов гасили но это тоже комбинация на фиксацию скорее всего в общем на минимуме за длительный период находится газик так и не появляется байер судя по дельте поэтому еще не время я думаю что время придет но не сейчас стоит тот кто позиционно будет по газпрому все-таки ждать покупку следить за новостями самой компании какие-то анонсы возможно перетрубация внутренняя там поиски нефти в территории ну вроде как последнее время газпром не особо вкладывал в развитие и поиск новых месторождений вот как раз роснефть я специально ее включил там интересней движение внутренние компании состав и так далее так вот у нас ключевой левел 319 по 314 отметим как ядро причем обратите внимание здесь уже площадку сформировали как раз в марте рванули и идет возврат очень важное событие если будут удерживать соответственно 315 поддержка и останется дождаться только пробитие 340 давайте посмотрим что там по дельте объем пока тоже просыпается проснулись вроде как зимние спячки и дельта потихонечку успокаивается в общем для движения ну как минимум надо 44 50 тонн одной только дельты вот как раз таких оборотов уходили и посмотрим сейчас объем и 400 500 оборот за сессию модель снятия стопорей четко вообще вот на масштабе даже дневок здесь разыграли как дети в школу так так значит топ по ликвидности был миллион 168 тысяч это было 21.03 совсем недавно советую отметить и 900 оборот рядышком 800 в общем площадка не простая непростая интересная даже здесь уже 4 сессии формировали уровень сопротивления вот здесь как раз разворачивали дальше на продажу и 339 не пробили возьмите на заметочку пригодится уровень непростой 338 я ошибся вроде как формируют но но опять же в пятницу процентная ставка и по нефтянке кардинально какие-то изменения будут не будут посмотрим рубль рубль сейчас рубль рубль так по рублю активность начиная с 13 числа потихонечку набирают оборотец кроме сегодня вот было 3 3 588 и на сегодня 3 413 малость сбросили перед выходными оно и понятно опасаются опасаются участники рынка пока находятся в состоянии ожидания и возможно беспокойстве потому что уже вторую неделю в пятницу сбрасывают не только на рубле на многих инструментах по ртс тоже вроде как замечено было возьмем для сравнения пик по открытому интересу с 26 12 с декабря того года пришелся на 3 миллиона 787 тысяч был даже 303 миллиона 872 20 числа был 3 588 то есть не слабенький интересно что же там происходит а происходит вот что 6 дней давили селеры и вот у нас 18 19 на стороне байеров и сегодня ну сегодня само собой фиксация продаж надо смотреть спот сейчас посмотрим на споте какая картинка ну в общем из 5 дней у нас получается 3 на стороне байера и одна фиксация давайте заглянем томику так смотрим оборот оборот тоже видите немножко падал тут ровненько контролировали все шло в рамках сценариев 56 с конца марта не пускают и каждый подход к этой отметке воспринимается сразу крупным объемом ну вернее не крупным а приростом объема так дельты не было на стороне селлеров с 7 апреля но активность пока нарастает вот 17 числа только прирост идет по активности байеров на всякий случай возьмите 56 40 по 56 15 возьмем как ориентирный коридор и очень интересный уровень 57 10 по 57 30 тут три сессии защищались как могли могут возобновить активность на этом уровне продавцы так ну и вот эта сессия тоже немаловажный уровень поставлю одну линию около 56 85 56 и 9 так дельта почти полмиллиона это только дельта и полмиллиона с трех миллионов 800 у нас получается ничего так и минимумы все видите на сильном дисбалансе давайте повысим лимит оставим 500 все равно да байров много было последнее время хоть и с объемом меньше но есть все таки и вот 12 процентов дали старт на раз два три четыре причем так подвижно шли на рост и тут сразу же остановили 10 процентными три дня подряд было по 10 14 процентов то есть здесь от 12 процентов три дня бежали наверх тут падение остановила сразу 10 процентов дельта а здесь у нас три дня подряд идет на такого класса дельте так что осторожней ставим alert на 5585 и следим за событиями на следующей неделе этап на 7 минут на таймфрейм вот прирост открытого интереса плотный такой прирост пришелся на часть сессии которая по большей степени было за байерами на барах вот эти дисбалансы это для более такого уже интродэй спекуляции и вот вот здесь достаточно плотно раскакивают байеры с утра тоже включились так тут аккуратненькая фиксация и вот здесь идентично ведь прирост позиции и все он фактически на ребятах зеленых халатах кстати хорошая рифма получилось на ребятах зеленых халатах сильный шип такой достаточно хвост мощный ну и жаль что не ушли выше 57 500 тут фиксируем пока уровень сопротивления как возможный диапазон тут по большей степени вечерка формировала площадку поэтому он не в первой степени важности а ориентирных даже его немножко темнее сделал чтобы не сильно он то еще кто-то подумает что он крайне важный ориентир да но так как там вечерка нее объема немного оставила бывает конечно вечерка удивляет и не только объемом бывает даже волатильностью да здесь даже был объем козу после 10 само собой тут активность все-таки было 57 350 по 57 400 возьмите на заметку на всякий случай так дальше у нас из 760 открытие позиции вот на неплохой дельте было 18 числа вот здесь это вечерка она там много роли не сыграла базовая дисбалансировка прошла вот 18 этот коридор несколько раз тестировали и 19 и 20 два раза то есть массивность динамику здесь создали защита причем тут долго защищали поэтому кому-то этот уровень важен мы с с вами догадываемся кому я как сейчас помню 12 или сколько мы раз насчитали 13 на большом периоде 13 раз уровень тестировали не пускали явно центробанк был замешан так ну в общем такой вот кассит к уровне сейчас ядро недели отметим и идем дальше 26 числа кстати забыл сказать не рома передал что было просьба раньше бар чартер смотреть более детально его применение его загадки его легенды я запомнил объемное ядро основной диапазон 56 957 040 чуть шире можно захватить 57 100 и еще вот этих ребят по 56 850 это мы отметим чуть-чуть светлее оттенком но плотная его часть 56 957 040 также в по ликвидности у нас пятница вот такой вот плотненько аккуратненько про торговку делает все 70 10 250 и кому-то сняли жестко стопорим тоже надо было туда прям быстро сбегали давайте глянем сколько там было пять тысяч семьсот семьдесят пять две сто четыре сто пять восемьсот не слава 4 6 7 6 7 7 цена торгуется выше ядра и достаточно близкого максимума это пока не на руку селлером единственный вариант это появление защиты на 57 360 ну максимума у этого хвоста и затем стремительная атака на ядро будет немножко спокойнее и прочее как только будут ниже 56 957 так что вот так вот ну вот этот резкий рост с открытия с 56 670 крайне опасная вещь если понедельник продолжит вот этот уверенный рост то лучше пока по времени с продажами но судя по споту там тоже пока маячков на шорт не не видно я рек все само собой де-факто там был в такой мир микро гэп так евро на следующей неделе решение по процентной ставки ядра центробанка гласит насколько они еще ставят включенным печатный станок хотя уже и не надо эти печатные станки все на карточках у всех поэтому даже дерево наверно не задействуются в эти процессы может она даже хорошо кодею не трогают так итак смотрим по евряков даже по сравнению с прошлыми контрактами отметим участок где набирали позиции на дельте еще и на покупку вот этот участок и площадка достаточно такая интересная сама модель визуальном ровненькая массивность идентична такая же симметрия и три сессии максимум не хотели пробивать так что так немножко прирост был открытого интереса 19 числа с дельты на шорт учитывая сброс вот этих покупок которые формировали с начала апреля вполне резонно что после фиксации еще прибавили немножко продажами и сколько тут у нас снижение идет 415 426 ну по процентной ставки интересно будет чего не там решать ядро за текущий контракт давайте сейчас зафиксируем и таком и и и в рекорд и таком и и и в рекорд 19 20 21 число дельта идет на стороне с эвером массив плотность 0 675 07 26 и вот этот уровень которые пока тестируют но вернее уже завершили тестирование 07 75 в качестве сопротивления 07 95 у нас четыре дня давили селлеры как раз тут на этом уровне и тормознули покупки и снова три дня стоят на своем так что в крайне удивительная баталия тут происходит массив селлеров раз два трех до трех блочная но двух то точно модель на продажу ушли сразу и в три таких две платформы есть де-факто надо удержать 07 для продолжения роста и ну край просто до 650 минимум 06 это это вот этот участок за 66 не самое удобное для покупки ценовой диапазон будет даже если дойдут до 06 и будут возвращаться на рост тогда уже можно будет рассматривать и оценивать обстановку но три дня идут вот такие вот шортики и вполне резонно что вот эти период которые были байеры наверно перед процентной ставкой все-таки скинут я бы сбросил как минимум половину то и две трети перед процентной ставкой они обычно процентную ставку меняют неожиданно никто не помнит уже когда она там будет приниматься там хоп а я и пациенту ставку поменяли я даже не знал об этом бывает такое в общем если 08 будет дальше защищать целлера останется дождаться только пробития 06 в случае если сценария все-таки на short пока вот вроде как защитили 08 но посмотрим три дня идет активность селлеров понедельник нужно убедиться что пройдут спокойно вот этот массив то есть те кто размещались тут на покупками и защищали динамику до 06 то есть вот это первая среднеизвешенная позиция около 07 ну точно не просто так не оставят если там будет движение такого разряда как вот здесь на short тогда пауза с покупками точно дождитесь пока опять вот такую площадку не сформируют в общем три дня не просто так пробежали селлеры надо осторожнее опять валютные какие-то махинации намечаются как могут французские выборы повлиять на евро франция если не ошибаюсь в европе самая крупная страна и пока еще не самой последней экономикой результаты выборов согласен как немецкий банкир в этом фильме повелитель вселенной сказал когда падет франция можно считать что еврозона свое существование закончила франция было много да сейчас вроде какие то есть колоний свое время что франция может сильно повлиять на еврики на золото да много на чем так он подгрузился отлично а тут вот такая картина ребята так это интерес у нас прибавили позиции вчера и 19 числа тут у нас две сессии причем неплохо красиво так и это все на жутких шортах в общем шортики на 284 берем этот коридорчик я думаю что его могут просто так не оставить как-то уж сильно дисбалансно сейчас проверим 250 ладно а по дельте 600 давайте чуть-чуть другим оттенком и и Сейчас глянем, где там EWP остановился 26 26 26 30 19 числа было 7 300 и за последние недельки это максимальная дельта на шорт соперница этой дельте вот сессия которая действительно шла на продажу тут у нас 4900 идентично стоят как тут 19 числа коварная ситуация так ядро выделим по ВВП отчитывается Британия на следующей неделе не забудьте 246 254 ядро за текущий контракт клинский по фунтеке давайте сейчас отметим ключевые поддержки сопротивления и так по дисбалансу тут явно напрашивается на поддержку 26 95 27 40 и отличился крайне отличился еще диапазон щик 24 0 5 24 65 это вот такие явно и очевидные активные коридоры с поддержкой вот отдельно сейчас мы зафиксируем вот этот вот весь процесс тоже что-то не то так вот после жутких шортов посмотрим сейчас до роста вот если из расчета гистограммы вычесть вот эти две аномальные скорее всего манипулятивные торговые сессии то распределение по дельте идет как раз плотно на стороне байеров до 25 35 и крайний пик тут 25 10 исключаем последнюю ну вот эту 18 числа им по трем сессиям тут выше 27 40 нет ни практически ни одной цены с дельтой ну вот 400 и 300 382 плотных коридоров нет и это не надежные уровни да и зачем пока покупать здесь крайне опасно с такой дельтой на продажу тут уже сколько почти три тонны 2840 возьмите на заметочку пригодится 80 тиков 45 так ух ты уже задержался то пропускаем бренд так с 26 декабря по текущий день бренд котировка 51 81 болтается активность по дельте с 18 числа в основном на стороне красных халатов 8 тонн сегодня только и так 8 300 результат 7500 там ровно сильная дельта сразу пошла тут две подряд шесть с половиной восемь ушли и тут две подряд 6 и 6 700 8 тонн а здесь у нас 13 как раз вот поддержку атакуют здесь это в принципе если банки понизит процентной ставки гипотетические деньги станут дешевле проще купить опять же тоже нефть дешевле ну такие конечно рассуждения не сильно верные но чем быстрее опечатаются денежки за которую покупаем нефть тем больше нефти мы можем купить соответственно спрос будет падать хотя потребление человечество увеличивается огромными темпами один только китай чего стоит итак платформа на 57 54 по-прежнему стоит оборона и не упускает выше 58 заняли коридор 50 по 58 и стоим вернее не стоим а от берега к берегу учтите этот момент похоже что тут все под контролем и на силе глянем я не говорю что они понизят если понизят процентной ставки ситуации когда нежданно негаданно происходит какие-то изменения в экономике в любой страны которая влияет на валютный рынок запросто так это у нас 5 бренд вообще сель хотел все относительно когда-то 11 триллионов госдолга для сша оказался пределом и в августе вот год забыл технический дефолт штатов всем ждали пришел этот день до 16 подняли и все дальше живут поэтому все относительно и процентная ставка тоже тут сам момент волатильности и ажиотажа вернее паники какой-то просто не влететь в самый разгар так площадка у нас все 265 53 35 более плотно так вот 53 20 у нас была ликвид некая сессия 588 обороте с 19 числа после чего селеры собрали в боковку всех байеров абсолютно тут беспощадно собрали байеров на 51 безжалостно и ликвидность только набирает обороты вот кроме если так в принципе за неделю наоборот только увеличивается а не посмотрим сейчас набором еще немножко возьмем историю конечно скажите дату с какой я знаю что уже 18 но в тот момент когда я говорил вам про что было 11 триллионов и я помню месяц только причем вот этот технический дефолт который тогда был или до или после оглашение ну планки подняли фс x см пиев и даx кажется или в тесте 100 шли весь день после этого события вниз на продажу артс делал 70 процентов сессии шел на покупку противовес так к селька открытие позиции 19 20 и 21 число три дня прирост ликвидности прирост открытого интереса дельта на стране селером 27 тонн было 19 числа две с половиной 20 и 14 сегодня это самая ценная сессия начале контракта с nonprofit DS9 ум 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 у ему см у и ум видите в чем ценность фильтра дельта процент самая крупная сессия самая волатильная сессия за этот период дельта аномальная просто а перевес всего лишь четыре процента было и по пять процентов и по 10 то есть особого давления либо не понадобилось либо это было муляж скажем так но все равно надо выделить эти уровни не стоит как говорится недооценивать противника и 52 80 52 35 плотненько тут стартанули на расширение де-факто вы тут закидали продажами до 51 весь коридор можно смело выделить ну плотные участки отдельно час зафиксирует 5190 по 735 вот таким оттенком вся сессия трудилась на снижение барреля нефти так на следующий день на следующий день у нас две с половиной вердикт процентов к пол процента 2 и 6 сегодня молодцы так значит активность было тут тут и здесь вот тут байеры поработали немножко если они еще выдержали прогиб то есть возврат по этот коридор в принципе будет намекать на то что позиционные такие ребята пока в своих коридорах защита вот этого локейшена 50.60 по 50.20 тут две с половиной сессии так неплохо поработали представляете сколько информации в мире и она каждая может повлиять на динамику того или инструмента сколько нужно обрабатывать данных самостоятельно вот даже включая фундаментальный анализ да это можно как-то до простых индикаторов вывести но в любом случае источников много анализируется разные банки от других стран заседание опек а все глобализировано настолько синхронизировано что какой-то опек не то что-то сказали про квоты вся валюта начинает уже реагировать на это в тассе 100 да 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 сейчас 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 настолько быстро реагируют рынке что раньше за счет запаздывание реакции ну просто халявный кэш был с биржи те кто это знали юзали до последнего пока эти высокочастотники не появились так соли сейчас читаем и сестры чё ты не добавляешься а он есть видимо помехи какие-то шучу так это у нас для сценариев и ей открытый интерес 12 апреля был 76 76 совпадение скорее всего с того дня каждая сессия все ниже и ниже фиксируют ну за 72 ушли так сел сетап берем по объему щас за три дня 7061 просто расстреляли в очень много ликвидности прошло и дельта на фиксации положительная после шортов это само собой разумеется три дня потихонечку спадает ликвидность но что очень важно после такого сильного движения сессия 100 спокойно на минимуме стоит три дня аукционной структуре судя по всему тут не так много байеров либо очень много селеров так что возьмите это на заметку не выпускают покупатели вот эти две точки 70 70 70 76 опять 76 весе какая-то загадочная тут цифра в общем после такого падения три дня стоять на одной точке это либо целеров пытается собрать уже всех байеров до последнего могут сбросить стопорим еще вот такие вот до загрузки есть и и дальше сиганут вниз либо это идет борьба действительно на равных уже третий день в общем коридорчик такой уже неплохо поторгованный очень узко 30 1717 и на следующей неделе как раз насколько там у нас в понедельник германия отчитывается так как так себя индустриал трансовой япония в среду комплекс сектор финанс с четверга начнется на ftse 100 кипиш ну в общем сами понимаете вот это правильно каждую неделю воскресенье подготовиться к торговой недельки это хорошее правило и привычка курсе событий не не ищешь на ходу что что произошло почему так в рынок дернулся уже знаю что там четверг будет процентной ставки потом пятницу gdp по штатам и так далее это правильно стоит коридоре но там по открытому интересу фиксируется скорее всего поэтому дельта такая видите она не появлялась активность с 12 числа напрямую ну вот и от м две до 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 который Начали поднимать вопрос по дефолту в Испании. Тоже умудрились ребят набрать. В общем, доминошка падает. Спасибо, что пришли. Приглашаю 26 числа. Приходите в 20.00. Запись будет на канале YouTube, на сайте. В общем, как... На протяжении 5 лет ничего не меняется. Единственное, меняется заставка на картинка, да и все. Ну и рынки меняются. Хороших выходных, теплых дней. И берегите себя попутного тренда, хороших сделок, веселого настроения. Всего наилучшего. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok